Железный Купол На самом деле луч лазерный и он сбивает ракеты малого радиуса действия, на которые Купол отреагировать не успеет. Главная проблема в защите израильского тыла от обстрелов из газа была в близкой дистанции, с которой стреляли палестинские боевики. Уже развернутая на юге страны система Железный Купол не может перехватывать цели, запущенные с расстояния ближе 7 километров. Именно так называемую «мертвую зону» и должен закрыть новый железный луч. Система ПРО Израиля строится в несколько эшелонов для большей эффективности. От баллистических ракет нас прикрывают комплексы ХЭЦ-3, от ракет, летящих в атмосфере, например, иранских, комплексы ХЭЦ-2 и Волшебная Палочка. От ракет ближнего радиуса действия Железный Купол. Когда на вооружение встанет железный луч, дыр в этой системе не останется, и Израиль будет полностью защищен от ударов с воздуха. Продолжение следует... Ракет средней дальности, это уже третий уровень противовоздушной обороны, Израиль поставил на вооружение систему Проща Давида. Еще серьезнее — ХЭЦ, ну или Стрела. Железный Купол — вторая ступень системы противовоздушной обороны и самая задействованная. Ее взяли на вооружение в 2011-м. Железный Купол предназначен для перехвата неуправляемых ракет с дальностью полета от 5 до 70 километров. Достичь цели они могут самое малое за 15 секунд, максимум за полторы минуты. За это время радары Железного Купола успевают отследить ракету, а специальный аналитический центр просчитать траекторию полета. Это важно. Ракеты, летящие в пустыню, не берут во внимание. Но если она летит на населенные пункты, в ее сторону запускают ракету-перехватчик. Вот типичная пусковая установка системы Железный Купол. Она заряжается 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Их длина — 3 метра, калибр — 160 миллиметров, внутри — 25 килограммов взрывчатки. Их задача — сдетонировать поблизости от ракет противника, заставив их взорваться в воздухе. Радар, аналитический центр и 3-4 пусковых установки — так выглядит цельный блок системы Железный Купол. Они мобильные, и по территории Израиля курсируют 10 таких. Разработчики системы, израильская компания «Рафаэль», заявляют об эффективности Купола в 90%. Этот короткий конфликт, 10-ти, по-моему, дневный, он кардинально поменял порядок организации и ведения боевых действий. Очень существенно. Он даже перещеголял Нагорно-Карабахский конфликт. Впервые Израиль в боевой обстановке испытал лазерное оружие для взбития ракет, которые летели со стороны сектора газа. Впервые была опробирована система искусственного интеллекта в организации и ведения боевых действий. Было несколько компонентов. Дроны участвовали, разведывательные и ударные. Система ПВО, в том числе и Железный Купол в ее составе. И вот этот искусственный интеллект, если так можно его назвать, ну, во всяком случае, вот эта ударно-разведывательная огневая система, она сама определяла цели, она сама распределяла цели и она сама давала команду на открытие войны. Она работала практически в автоматическом режиме, в отдельных эпизодах ведения этой войны. И, кстати, вот даже беспилотник, который был запущен вне этой системы со стороны Израиля, был тут же ее сбит. Потому что он не был внесен в базу, что это свой беспилотник. То есть, и еще они сломали теорию о потоплении авианосца, возможности потопления авианосца. То есть, я так понимаю, что авианосцы и авианесущие корабли будут продолжать строиться многими странами мира. Была такая теория, высказывали военные эксперты и ученые, что если по авианосцу нанести массированный ракетный удар, то тогда система ПВО авианосца не справится с количеством летящих ракет. И таким образом они пробьют систему ПВО и потопят авианосец. Железный Купол продемонстрировал, что даже при самом массированном нанесении удара, во-первых, это очень проблематично, создать такую плотность огня и количество пущенных одновременно практически залпом ракет, система Железный Купол показала, что ПВО в состоянии прорываются единицы ракет. Не факт, что они попадут в цель и не факт, что эти единицы ракет нанесут такой урон авианосцу, когда он станет небоеспособным. Вот вам, что касается итогов войны. Я так понимаю, что сейчас будет огромный рывок в лазерном вооружении, и не только у Израиля, а и у Соединенных Штатов, и у других стран, которые занимаются этими вопросами. Будет радиоэлектроника, то есть волновое вооружение или энергетические пушки, получать свое развитие, потому что надо бороться с дронами и с беспилотниками. И получит огромный толчок в развитии системы боевого управления, которая будет работать без вмешательства человека. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок